Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал онлайн-школы английского языка EnglishDom. Меня зовут Витя и, как вы знаете, буквально на днях произошло большое событие в мире техники. Новая презентация Apple. И эту презентацию посмотрели миллионы людей по всему миру. И все потому, что новый iPhone. Каждый год в сентябре Apple делает презентацию своей новой линейки девайсов. Причем делает это так, что у зрителей просто начинают печь слюни. Потому что они реально делают это очень красиво и стильно. Единственный минус состоит в том, что те, кто покупает себе новый iPhone в августе, после презентации остаются немного расстроенными. Ведь их новая игрушка больше уже не новая. Так вот, компания Apple всегда делала и продолжает делать очень крутые и качественные презентации. А Стива Джобса по праву считают не только гением бизнеса, но и гением публичных выступлений. По этому поводу даже написана книга. Вот эта книга. Ай-презентация. Очень советую. Ай-презентация. Но сегодня мы посмотрим на это выступление немного с другой стороны. С точки зрения ораторского искусства и проведения спича. Потому что публичные выступления это довольно непростая штука. Она непростая даже на родном языке. А на английском языке она в X раз труднее. Да что уж там в X. В XS Max труднее. В общем, сегодня мы с вами разберем несколько выступлений с презентацией Apple. Разберем их на фразы и выучим новые слова. Ну а в конце вас будет ждать очень и очень интересный конкурс. Причем таких конкурсов мы еще не проводили. Интересно? Тогда досмотрите это видео до конца. И прежде чем мы начнем, убедитесь, что вы уже подписаны на канал и ударили в этот чудесный, прекрасный колокол, чтобы не пропускать новые видео. Ну а теперь приступим. В любом выступлении очень важно красиво и эффектно начать. Для того, чтобы заинтересовать аудиторию и захватить ее внимание. Для этого обычно презентацию начинают с какой-то интересной истории или шутки. А вот Apple уже не первый раз и не первый год начинает свою презентацию с видео. В этом году по сюжету видео девушка бежит под музыку из фильма «Миссия невыполнима» и пытается доставить на презентацию кейс, в котором, судя по всему, новый айфон. И она явно не успевает. Это хороший апгрейд, хорошая новая функция. Это явно сводится к тому, что Apple собирается презентовать новые часы. В общем, она продолжает бежать, наконец-то добегает до места, отдает этот кейс Стиву Куку. Он его открывает, а там не новый айфон, а... Кликер, понимаете, это был всего лишь кликер. Таким образом, был создан интерес, была шутка, и Стив Кук выходит на сцену, где он говорит следующее. Он приветствует людей и еще раз делает акцент на видео, чтобы подчеркнуть шутку. И продолжает. Все вокруг становится достаточно беспокойным. Запомним слово hectic. Беспокойный. И вот как раз вот эта формулировка, do, get, используется для того, чтобы подчеркнуть то, что он хотел сказать, и придать этой фразе окрас. Потому что можно просто сказать, things get hectic, либо можно сказать, things do get hectic. И в этом состоит подчеркивание. И он продолжает. Leading up to days like this. В преддверии дней, таких как сегодняшний. И здесь же фразовый глагол. Leading up, to lead up, подводить, подходить, подтягиваться. И дальше, по всем законам публичных выступлений, он вводит фразу эмоцию, для того, чтобы передать людям чувство волшебства. But they're also magical days. Он говорит, и в то же время эти дни магические. Because we get to share our latest innovations with you. И вот она популярная фраза get to. Он говорит, we get to share. Мы собираемся поделиться с вами. Он мог бы сказать, we want to share, или we are about to share. Но он говорит, we get to share, для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть важность происходящего. Because we get to share our latest innovations with you. При этом, во время публичных выступлений, очень важно подавать материал так, чтобы каждый слушатель понял и обратил внимание на то, что обращаются именно к нему. Today, we're going to tell you about two of our most personal products. Сегодня мы собираемся рассказать вам о наших двух самых личных и персональных продуктах. И слушатель понимает, что между ним и девайсом, оказывается, есть какая-то личная, персональная связь. Потому что мы со своими телефонами и часами проводим достаточно много времени в сутки. Let's get started with the Apple Watch. И вот опять фраза с get. Let's get started. Давайте приступим. Let's get started. Как мы с вами уже говорили раньше, в публичных выступлениях очень важно попадать в эмоции слушателей, в самое их сердце. А сделать это можно с помощью прилагательных. И вот в Apple считает, что чем больше их будет, тем лучше. Вот, например, как это делает следующий оратор. It all starts with a stunning new display. We push the screens right to the edges. Он говорит stunning new display. Ошеломительный новый экран. And we curve the corners perfectly match the shape of the watch. Они растянули экран до краев, чтобы он идеально подходил к форме часов. Perfectly match. Идеально подходить. And the screens are significantly larger. Он говорит, что они сделали экран значительно больше. Significantly larger. Значительно больше. Понимаете, как взывает к эмоциям? Говорит значительно больше. Но на самом деле экран-то больше на 2 миллиметра. В общем, чтобы любая ваша презентация звучала более ярко, красочно и эмоционально, не стесняйтесь добавлять прилагательное. Beautiful. Красивый. Wonderful. Прекрасный. Astonishing. Изумительный. Fantastic. Фантастический. Incredible. Невероятный и stunning. Ошеломительный. Кстати, для того, чтобы еще легче и проще, интереснее изучать все эти слова, у нас есть специальный бесплатный онлайн-тренажер, где можно изучать эти слова по тематическим группам. Вы можете выбрать словарь на любую тему и вкус, и можете заниматься в удобное для вас время на нашем сайте, либо на мобильном приложении на своем новеньком айфоне. И это же просто incredible, beautiful, wonderful, невероятно был. Ну а теперь самое время перейти к новеньким айфонам и его функциям. Now let's talk about iPhone. This is iPhone XS. It is the most advanced iPhone we've ever created. Он говорит the most advanced. Это самый передовой, самый технологичный, самый прокачанный. The most advanced. Это новый iPhone XS, XS, XS. Тему нейминга новых айфонов можно бесконечно долго обшучивать, но пока XL-ку еще не подвезли, давайте оставим эту тему техноблогерам. Нас же интересует следующее. Finish это отделка или конечный вид, то есть цвет. Так можно сказать о машине, о стенах, о кухне или, как в нашем случае, о цвете телефона. И дальше он говорит об экране. The screen on iPhone XS is a super retinite display. The best we've made yet. The best we've made yet. Самый лучший, который мы создали до сегодняшнего момента. Yet используется в present perfect. И обозначает он уже или еще. Ставится yet в начале или в конце предложения. И также используется как усиление или подчеркивание. А дальше оратор говорит следующее. Он говорит, что каждый год команда разработчиков усердно и тяжело работают для того, чтобы создать еще лучший и новый процессор. This year is no exception. What the team has done is truly, truly breakthrough. Is truly, truly breakthrough. По-настоящему, настоящий прорыв. И тут используется повторение и тавтология для того, чтобы опять же подчеркнуть важность сказанного. Is truly, truly a breakthrough. И дальше он говорит о батарее. Самая большая батарея, которую мы когда-либо вставляли в айфон. Он говорит ever для того, чтобы подчеркнуть, что это самая большая батарея, которую мы никогда-либо встраивали в телефон. Ever. Когда-либо. И обратите внимание, насколько эмоционально он рассказывает о том, что новый телефон служит на полтора часа дольше, чем предыдущий. На полтора часа. Напишите в комментариях, для вас полтора часа это значительный прогресс или нет. Но здесь есть очень хороший урок из араторского искусства. О любой мелочи говорить с душой, с сердцем, как о чем-то очень значительном. А дальше речь идет об одной функции, которая очень необычна для айфона. Он говорит one thing we've had request for. То, о чем у нас так долго просили. One thing we've had request for is dual sim capability. Две симки. Да, теперь в айфон можно поставить две сим-карты. Хотя это лучше, чем покупать и тратиться сразу на два айфона, потому что айфон XS Max будет стоить как минимум полторы тысячи канадских долларов. В общем, что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем новые часы и три новых модели телефона. Две хороших и одну похуже. Ну и в конце любого выступления и презентации нужно красиво и эффектно попрощаться. И Стив Кук делает это очень галантно. Он благодарит всех, кто пришел на мероприятие, а в особенности команду и работников Apple. И снова он берет за живое. Он говорит, Вы сделали этот магический, волшебный день реальным. И здесь обратите внимание, потому что это не просто фраза, а высокого уровня похвала и красивая метафора. Ведь невозможно что-то магическое сделать реальным. А вот команда Apple смогла. Молодцы. Ну вот, собственно, и все. Сегодня мы с вами постарались совместить разбор новых девайсов от Apple, разбор публичного выступления и, конечно же, изучение новых слов и фраз. И обязательно напишите в комментариях, как вам понравился такой формат и интересно ли вам продолжать разбирать публичные выступления и спичи. Потому что у нас уже есть несколько интересных персонажей на разборах. Более того, публичные выступления это навык, который нужно постоянно тренировать. И только тогда он будет становиться все лучше и лучше и лучше. И если вам не с кем проводить такие тренинги, тогда у вас есть отличная возможность попрактиковаться с одним из наших учителей. И я напомню, что ссылка на один бесплатный урок по скайпу будет ждать вас в описании. Ну а теперь самое время для конкурса. Тот из вас, кто пришлет нам 60-секундную спич-презентацию о новом гаджете, получит месяц бесплатных занятий в нашем разговорном клубе. А также профессиональную проверку вашего спича от наших преподавателей. Так что отправляйте свои видео и аудио. Работаю в почту. Вот туда она будет в описании. И там же вы найдете все условия для конкурса. Конкурс очень крутой, необычный. Мне очень интересно посмотреть на ваши работы. В общем, в этом году мне презентация понравилась больше, чем в предыдущем. С каждым годом они становятся все лучше и лучше. Видно, что они очень много сил и ресурсов вкладывают в ее подготовку. Жалко, что не в нейминг новых айфонов, конечно. Но, тем не менее, они молодцы и у них действительно есть чему поучиться. И еще раз напишите в комментариях, интересно ли вам разбирать публичные выступления и учиться писать спичи. А тот, кто подпишется на канал и поставит лайк этому видео на Новый год, получит новый айфон. Может быть. Наверное. Если будете себя хорошо вести. А мы с вами увидимся в новых видео. Так что учите английский язык, ведите себя хорошо и берегите себя. Меня зовут Витя. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok